Всем привет! С вами Ян Агеенко и сегодня у нас будет урок о том, как сделать эффект Duotone в фотошопе. Duotone это в буквальном смысле два цвета, двухцветное изображение. И пожалуй это будет самый короткий урок у меня на канале, потому что все очень-очень-очень просто. Все, что нам надо сделать, это открыть фотографию, зайти в Layer, New Adjustment Layer и выбрать Gradient Map вот здесь. И нажать ОК. Все, по сути у нас уже Duotone есть. По умолчанию он выбирает для градиента цвета, которые заданы в левой панели. Если мы видим, что у нас негативное изображение, мы просто можем поставить галочку Reverse и он поменяет темное и белое местами. Естественно нам нужно задать какие-то другие цвета. Давайте начнем с темного. Мы просто на него кликаем, нажимаем сюда и выбираем какой-то цвет, который нам нужен. Который будет именно заполнять более темные оттенки. Ну я думаю, что нам нужен достаточно темный оттенок, например вот фиолетовый. То есть для темных оттенков соответственно лучше конечно выбирать более темные цвета. То есть не из вот этих вот областей, не вот отсюда, а скорее откуда-то из нижней правой части обычно это делается. Ну давайте вот сделаем такой фиолетовый. Окей. И выбираем соответственно цвет для светлых оттенков. Оттенков он может быть красным, желтым. В принципе неплохо кстати смотрится. Может быть каким-нибудь зеленым, может быть голубым. Поэтому для более такого интересного эффекта я все-таки рекомендую выбирать немножко подальше цвет светлый от темного. Вот здесь вот именно по тону. Ну потому что если мы выберем такой же оттенок как у нас был, такой синий фиолетовый. То оно будет смотреться достаточно скучно. То есть как будто просто черно-белое изображение. Но вот если он допустим желтый, да, либо зеленый какой-нибудь, либо как в данном случае вот мне хочется сделать такой красно-розово-сиреневый, да, такой гламурный цвет. Вот. Это выглядит немножко поинтересней. Поэтому для дуатонов обычно используются такие контрастные по тону. И при этом контрастные естественно по светосиле. Цвета на самом деле все. У нас уже дуатон готов. Буквально пара еще советов, которые можно применить. Во-первых, мы можем наложить еще один корректирующий слой. Тоже Layer New Adjustment Layer. И, например, Brightness Contrast. За счет этого мы можем, ну, в общем-то с изображением, либо контрастностью, да, вот так вот поработать. Либо переместить сначала сделать Brightness Contrast. А потом наш вот этот дуатон. Это будет более правильно. То есть, мы можем делать более, либо менее контрастными вот эти вот переходы. Особенно, когда у нас цвета все-таки по светосиле не настолько контрастные, как хотелось бы. Именно здесь мы можем с этим что-то сделать, да, и добиться более хорошего результата для нас. Далее, что мы еще можем сделать? Мы можем вернуться в настройки вот этой вот градиентной карты. И при необходимости мы можем сделать такую же процедуру с тремя, либо более цветами, да. То есть, градиент, карта градиента, она не обязательно двухцветная. Она может быть сколько угодно цветов. Ну, конечно, вот это вот, это не самая лучшая идея. Но для каких-то ситуаций, когда мы почему-то средние тона хотим сделать отдельно, да. Какой-то отдельный тон, например, им поставить. Может быть, вот из этих оттенков, да. То, в принципе, мы можем такого эффекта тоже добиться. Вот, но, естественно, тут уже надо смотреть, чтобы оно было более равномерно по светосиле в первую очередь. Чтобы не складывалось такое впечатление, что какие-то элементы у нас просто инородные, да. Ну, вот как, например, вот в данной ситуации, явно, что уже перебор с эффектами. Вот, но на самом деле на абсолютном большинстве случаев, в абсолютном большинстве случаев, достаточно просто обычных двух цветов. И уже получается вот такой вот красивый, в общем-то, эффект дуатона. Вот и всё, что я сегодня вам хочу рассказать. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх. И обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что здесь есть, было и будет ещё очень много всего полезного и интересного. На этом на сегодня всё. Спасибо за внимание. Пока.